Всем доброго дня, всем доброго дня! Да, вот сегодня я не умничала за завтраком, но абсолютно вас всех могу уверить, что завтрак у меня сегодня был и отжималась я сегодня с утра 10 раз, да, только вам ничего этого не показывала. Ну, откровенно говоря, сегодня в ваших новостях мое затишье, ну, по крайней мере, было до этого часа, потому что я занята я совершенно важными делами, делаю кукольный заказ, да, и вот снимать видео было совершенно некогда, но, друзья мои, но, в процессе создания всех этих кукол я вдруг поняла, что чего-то мне не хватает, пошла попить чаю и поняла, что не хватает мне сегодня мудрых мыслей, да, их непременно нужно изречь, непременно нужно изречь. Ну, и пока у меня небольшой перерывчик, пью чай и доношу до вас очередную мудрую мысль, именно так. Ну, а что, видите, да, я тут закутанная в шаль, закутанная в шаль, потому что у нас здесь идет вот та самая, тот самый майский ливень, вот на юге, поэтому зябка, да, на улице зябка, я бы даже затопила бы сейчас камин, но времени у меня нет на топку камина, но потом на засиданную, если я его затоплю, возле него я и останусь сидеть, а мне нужно выполнить заказку кукольный. Да, ну для этого дела у меня есть вот такая прекрасная шаль. Мудрая мысль, мудрая мысль про проблемы, которых в моей жизни не существует вообще. Да, вот мы с вами уже как-то разговаривали о проблемах. В моей жизни проблем не существует, все трудности, которые я возникновен за задачами, да, ну а если вы эти трудности и задачи называете проблемами, тогда для вас мы будем говорить про проблемы. Как правило, когда человек сталкивается с какой-то невероятной трудностью, ну, например, я не знаю, на его голову обрушивается сразу масса-масса всяких разных неприятностей. Ну, допустим, сняли колеса с его машины во дворе, а то еще и того хуже, угнали ту самую машину. Ну, или же не платят зарплату вовремя, или же нечем заплатить за кредит. Ну, я не знаю, расстался с любимым человеком. И все это одновременно, представляете, вот на голову сваливается. Миллион совершенно невероятных каких-то событий, которые вот совершенно не разукрашивают вашу жизнь. Что делать? Что делать? А такое бывает часто. Такое бывает часто, и вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Ну, и здесь, конечно же, я часто об этом задумывалась, но, как всегда, вот обращаю ваше внимание вот в этот самый момент к тому самому Вадиму Зеланду, да, который дает очень много мудрых советов. И я опять оговорюсь, как всегда, я не совсем согласна с Вадимом Зеландом, не во всех его вот этих вот посылах, но, однако, очень много нахожу для себя очень понятного, очень понятного и правильного. Ну, а в основном, его основной вот этот посыл, он соответствует моему знанию об этом мире, скажем так. Поэтому, когда я вот читаю очередную рассылку из группы вот этого Странсерфинг Реальности, то в очередной раз убеждаю, что, в общем-то, наверное, иду в правильном направлении по этой жизни. И всем я рекомендую прочитать его книги или прослушать его аудиокниги, ну, как минимум, для расширения кругозора. А как максимум, возможно, это вам поможет решить какие-то задачи в вашей жизни. Так что же делать, если вот так миллион всяких разных проблем свалились на вашу голову одновременно? Ну, некоторые, вы прекрасно знаете, лезут просто сразу в петлю. Да, такие случаи тоже бывают. Ну, слава богу, таких меньшинство, меньшинство. Основная масса просто причитает и бегает, и не знает, за что хвататься. Ну, как же, ну, как же, ну, как же. Как же быть, как поступить, где взять эти деньги, как вернуть любимого. Вы написали кучу заявлений в милицию, но прекрасно понимаете, что эти колеса с вашего автомобиля вам не вернутся. Да, то есть, ну, а вы озадачены, нужно покупать новые колеса. Ну, и Вадим Зеланд, а я вместе с ним, я вот тут целиком и полностью присоединяюсь именно к нему, предлагает расслабиться. Да, предлагает расслабиться в этой ситуации. Он говорит нам о том, что... А я говорила уже вам об этом раньше. Да, вот Вадим Зеланд говорит о том, что решать эти, возникающие перед вами вот эти задачи можно только в спокойном состоянии. Да, только в спокойном состоянии, как вы можете их решать. Да, без всякой паники, без всякой суеты, внимательно обдумав, придумав какие-то решения, поэтапно, поэтапно, каждая из этих задач. Да, вот просто напишите список всех этих неприятностей. Возможно, он у вас даже будет из 20 пунктов состоять одновременно. Но если вы вот эту одну глобальную свою жизненную катастрофу разобьете на все эти 20 пунктов и рассмотрите каждый из них в отдельности, то на самом деле они не такие велик, окажутся не такими и великими. Да. Разбейте и начинайте решать их поэтапно, начиная с самых простых. Ну, например, возьмите взаймы 4 колеса у своего какого-нибудь приятеля. Среди ваших приятелей наверняка найдется человек, который готов вам в этом деле помочь. Да вот, стопроцентно. Если вы обзвоните 100 своих знакомых, то кто-нибудь непременно сможет помочь вам решить эту проблему. Ну, вернуть любимого. Про вернуть любимого это отдельная тема. Об этом тоже я уже говорила как-то. Ну, здесь, может быть, стоит подумать вообще над этим вопросом, вопросом вашего вот этого расставания. Может быть, его и возвращать совершенно не стоит, да? Если посмотреть на ситуацию под другим углом. Оплата, не оплата какого-то бешеного количества кредитов, да? Вот они там на вас висят и так далее. Здесь вы тоже эту проблему можете решить. Вы можете... Ну, подойти к ней можно совершенно по-разному. Совершенно по-разному. Есть масса способов решения этих задач, этих проблем. Обращение, опять же, в тот же самый банк и так далее, и так далее. А может быть, продать машину, которая осталась все равно без колес и погасить этими деньгами все кредиты. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Такое тоже может быть. В общем, главное, друзья мои, в совершенно спокойном режиме начать решать эти вопросы, решать эти задачи. И здесь самое главное, что следует понимать. Если на вашу голову обрушивается бесконечное количество вот этих самых задач, а по вашему неприятностей и проблем, по-моему, задачи, то имейте в виду, что все они даются вам не даром. Это означает, что в своей жизни вы подошли к какому-то такому рубежу и этапу. Может быть, где-то немножечко заблудились, а может быть, ваша жизнь требует перехода на следующий уровень, жизненный уровень. Совершенно верно. И без решения вот этих вот задач и неприятностей вам никак не выползли на этот следующий уровень. Поэтому вам нужно приложить какие-то определенные усилия. Ну, а в данном случае это даже не то, чтобы это было какой-то напряг, а вы должны просто включить свою голову, переключить вот этот умственный режим на совершенно спокойное решение этих задач. И вот если вы совершенно в спокойном темпе в своем жизненном сможете со всем этим справиться, ну, во-первых, сами себя почувствуете королем, да, вот тем самым Тамерланом на этом самом коне, и совершенно смело перейдете на следующий свой жизненный уровень. Да, ну, конечно, в следующем жизненном уровне вас будут ждать совершенно другие задачи, но, но, вы уже имеющие, вы будете уже иметь опыт по решению, вы будете знать, что паниковать совершенно не стоит, нужно расслабиться, принять все, как есть, и начинать двигаться вперед, начинать двигаться и решать каждую, каждый из этих пунктов, вот этих задач, поочередно, начиная с самых простых. Да. Так вот, Вадим Зеланд также говорит нам о том, что, как правило, вот он там очень часто говорит о течении вариантов, он жизнь, а я называю это коридорами, да, и дверьми в эти коридоры, а, собственно говоря, это одно и то же. Течение вариантов, либо вот эти вот коридоры с дверьми, за которые вам следует полюбопытствовать, заглянуть, что там вас ожидает, жизнь вам постоянно подкидывает решение этих проблем. Но другой разговор, не все из вас готовы принимать от этой жизни вот эти вот решения. И некоторым просто страшно, просто страшно сделать что-то новое, сделать что-то, сделать, выполнить какое-то действие так, как он никогда не выполнял, да. То есть вот такое часто бывает, вы сами закрываете для себя вот эти вот решения, на самом деле простейших всех этих задач. Жизнь никогда не дает вам задач таких, которые бы вам не было, не под силу было решить. Это вот я вас совершенно точно уверяю в этом. Да и сами вы это все без меня прекрасно знаете. А я вам просто напоминаю. Ну и заодно умничаю за вот этим вот самым чаем. Вечерний чай. Как в лучших домах Лондона. Вечерний чай. И время как раз подходящее. И погода подходящая. Ливень, зябка, шаль, чай. Ну в общем, все как полагается. Терраса. Поэтому панику долой. Разбили по пунктам все свои вот эти вот задачи. И начали. И приступили к решению каждой из них поочередно. В течение вариантов вам бесконечно подсказывает третье решение. Нужно выбирать самый простейший. Не надо усложнять ничего. Не надо нагромоздать это все никакими трудностями. Бывают ситуации, когда вас выводят из колеи. Ну допустим, если это связано с кредитами. А сейчас ведь это повсеместно распространено. Вот эти всякие разные кредитные истории. Когда вы не можете оплатить этот кредит. А вам начинают названивать вот эти вот всякие агентства. С угрозами и так далее. И это очень сильно выводит из равновесия человека. Да, выводит из равновесия человека. Здесь, конечно, нужно, может быть, набраться немного терпения. А может быть, пойти тем путем, чтобы провести переговоры с представителем этого банка. Где попытаться донести свою позицию и объяснить. Ну то есть, в общем, самое главное, что стоит понять, что не стоит расстраиваться. Не стоит поддаваться на вот эти вот шантажи и угрозы. Да, именно так. Ну а лучше, конечно, вообще кредиты не брать. Ну да, ну если уж они уже существуют, ну ипотека, допустим, да, как ее не брать. Если жить негде. Такой тоже может быть. Ну, в общем, основная мудрая мысль под вот этим вот дождем майским. Вот в этой вот шале с этим чаем. Не проведите обстоятельства, не паникуйте. Смело беритесь за решения даже, казалось бы, невыполнимых и трудных задач в вашей жизни. Все они станут выполнимыми и совершенно простыми, как только вы возьметесь за их решение. Именно так. Какая красота, друзья мои, каких? Какая красота. Вот я получаю наслаждение. Эстинно говоря, я люблю такую погоду. Да, вот этот вот дождь, вот этот вот дождь, он может быть где-то и навевает какое-то ностальгическое, и может быть даже где-то тоскливое настроение. Но это совершенно приятная тоска, я вас уверяю. Совершенно приятная тоска. Да. Вот в такой тоске пишутся песни. Но, несмотря на свое отсутствие в ваших новостях, как я уже сказала, я продолжаю учиться отжиматься 50 раз. Я продолжаю заниматься своим огородом, да. Каждое утро, каждое утро, все больше участки расчищены, засажены цветами. Ну, я прямо сейчас вам покажу и пойду дальше заниматься куклами. Да, пойду дальше заниматься своими куклами. Ну, про кукол вы тоже уже все знаете, что я их делаю с большим удовольствием. Да, видите? Вот такая у меня красота. А вот второй квакушник, первый квакушник, который я чистила, я вам показывала. Вот это второй квакушник. На. Он еще не почищен. Он еще не почищен, ждет чистки. Вот на днях я организую чистку здесь, тоже поменяю воду, и здесь поселятся прекрасные квакушки. Ммм, дождь, 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 хорошо. Дождь, хорошо. Да, вот эти все мои клубочки. Друзья мои, весну надо проводить на юге. Да, весну надо проводить на юге. Самое прекрасное время. Самое прекрасное время. Когда еще нет вот этой вот жуткой жары, но уже очень тепло, зелено, красиво и радостно в душе, даже под дождем, даже под дождем. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня.